Уважаемые друзья, мы продолжаем работать над второй главой пророка Ермьяу, и, как уже говорилось выше, эта глава рассказывает нам одну из горестных историй во взаимоотношениях между Богом и еврейским народом, когда очередная лавина претензий, в данном случае сверху вниз, а не снизу вверх, потому что, как вы знаете, из других мест претензии с нашей стороны тоже периодически поступали, и периодически поступали в больших количествах в адрес Творца. В данном случае это лавина в прямом смысле этого слова, то есть то, что спускается сверху вниз, огромное количество претензий в адрес евреев в первой буквально речи, которую произнес пророк Ермьяу, обращаясь к еврейскому народу, только-только вступив в должность главного пророка на территории Иудеи. Мы начали говорить об этом, начали говорить о том, как жестко обвиняется еврейский народ в этом месте, и напоминаю вам, что это не просто отрывок Танаха, это еще и часть нашего с вами еврейского богослужения, потому что вторая из трех самых тяжелых суббот года, так называемая Ишлашида Пурануса, три субботы, которые связаны с бедствиями, субботы трех недель от 17-го Тануза по 9-е Ава, то есть центральная суббота, которая читается вот непосредственной близости от Рош Ходыша от первого числа месяца Ава, иногда совпадает с Рош Ходышем, эта суббота как раз и есть вот этот текст, эти горькие, тяжкие упреки в адрес еврейского народа. Давайте мы посмотрим, мы остановились на очень неприятном месте, в котором, казалось бы, вообще никакой надежды на благополучный исход у евреев не остается. То есть после упоминания о огромном количестве преступлений, совершенных еврейским народом, говорится здесь, что если ты, видите, тут все в женском роде, это классическая метафора, которую придумал в ее, скажем, целостном варианте. До этого это тоже, конечно, встречается, но в целостном варианте это идея пророка Ермияу. Ну и когда спрашивают об этой метафоре и когда начинают они вообще в отношении ее присутствия в Танахе говорить, конечно, вспоминают прежде всего про пророка Ехескеля, про другого пророка. Мы с вами говорили, что по одной из главных версий пророки Ермияу и Ехескель уроженцы одного и того же города Анатот, оба коины, это отец и сын. И поэтому то, что пророк Ермия изобрел вот эту метафору обращения к еврейскому народу в женском роде, как Бог обращается, значит, к своей жене и не просто обращается, потому что то, что Бог обращается к еврейскому народу как к своей жене, это давняя история. И мы с вами Широшире можем припомнить, это все уже история, которая началась гораздо раньше, чем появился пророк Ермияу, но не просто обращается, но еще и упрекает ее в изменах с многочисленными перечислениями вот этих вот измен и обвинениями в блуде. Самое мягкое слово нашел, хотя обвинения в самой жесткой форме излагаются в Танахе. Это, в общем, конечно, про сына, ну или последователя пророка Ермияу, про пророка Ехескеля все говорят, потому что там в 16 главе пророка Ехескеля вообще просто кошмарный текст, касающийся вот этого всего метафорического описания взаимоотношений. Напоминаю вам, что вот это вот Вомерлак, Бадамай и Хаи, и я тебе сказал, живи своей кровью, дважды мы с вами произносим в Пасхальную ночь, и там это как-то вроде проглатывается среди остальных очень позитивных моментов, маскируется, смещается остальными позитивными моментами пасхального сетера, но вообще как элемент всей этой метафоры. Там у пророка Ехескеля в 16 главе я быстро рассказывал всю основную диалогию этой метафоры. Речь идет о девушке, которая была в крови грязи, из этой крови грязи ее поднял прекрасный мужчина, и этот мужчина дал ей все, он ее не только отмыл и накормил, он еще взял ее в жены и привел ее в прекрасное место для жизни, всем необходимым снабдил, после чего она начинает блудить направо и налево, изменять ему со всеми встречными, как там ужасно, ужасно это формулирует пророк Ехескель, раздвигать ноги перед всеми прохожими, ужас, что там написано. Но корни этой метафоры, они все находятся здесь. У отца, по официальной версии пророка Ехескеля, то есть у пророка Ермия, он здесь в этой второй главе, мы уже начали говорить об этом, дальше будет продолжение на эту тему. Ким Тэхапси, когда ты в женском роде будешь стирать, видимо, себя, отстирываться. Банетер, ну вы знаете, что нетер это такой земляной шампунь, который они использовали типа такого мующего средства древнего. То есть если ты будешь использовать это древнее мыло, в Тарбилах борит, и ты будешь умножать себе борит, борит тоже то ли мыло, то ли просто очищение от слова бара, ясное прояснение. То есть если ты будешь очень стараться вымыться и очиститься, говорит пророк Ермия, он нехтам аво нехлефанай. В принципе, если бы здесь было написано не нехтам через букву хав, а нехтам через букву хэ, все было бы понятно. Запечатан грех твой передо мной. Но слово нехтам – это совершенно не нехтам, это не запечатано, это не от слова хатима. Это как-то от кого-то другого слова. Раши говорит, что это слово кетем, то есть пятно. Ты как бы запятнан на грехом своим передо мной. И метафора здесь немножко странно выглядит в этом месте, потому что, видите, мы с вами, когда очень стараемся отмыть одежду, скорее всего, у нас это получается, потому что если на одежде просто пятно, его вроде как можно отстирать. Ну, да, есть какие-то пятна, которые, типа, вообще никогда не отстируются. По-видимому, именно об этом здесь речь идет. Ты запятнанно грехом, говорит муж своей жене, говорит бог еврейскому народу. Неум, речь, и вот это то, что мы с вами неоднократно подмечаем в Танахе, набор имен, алиб, далиб, нун ют, и ютки и вавки с согласовками элуки. То есть, должно быть, на самом деле, три точки, а не две. Здесь небольшая загвоздка. А, вот они, да. Вот здесь правильно. Вот здесь правильно огласовали ют, вы видите, да. Тут просто чуть-чуть забыли. Должны быть элуки, да. Огласовки имени элуки опишутся четырехбуквенные. Что сие значит? Мы с вами неоднократно говорили. Не просто, говорится, алиб, далиб, нун ют, означающий шахину, женскую сторону мира, левую сторону, то есть, то, что связывается с судом. Но даже самое великое в смысле проявления милосердия, имя четырехбуквенное, оно все равно переворачивается в сторону суда в данном случае, потому что огласуется как имя качества суда, элуки. И когда мы читаем эту фразу в этой самой авторе, когда мы читаем этот отрывок, в ту самую страшную субботу посреди трех недель между 17-м и 9-м и 9-м, мы читаем «И киим тэхапси бане тэрбэ тарбилах бурит, нихтам авуне клефанай неум адунай эллоим». То есть, мы так и читаем элуки. То есть, мы, естественно, именно с этими огласовками произносим это имя, как будто здесь написано качество суда. Вот. И картина ужасная. И такое впечатление, что вообще не отмыться и не спастись. Начинать с этого, свое общение с еврейским народом, пророку Ирмияву, ну, с нашей непросвещенной точки зрения, немного странно. То есть, прийти к еврею и с самого начала сказать, что ваша ситуация безнадежна, так зачем ты пришел? Просто сообщить о том, что мы сейчас вот все прямо умрем? Спасибо. То есть, казалось бы, пророк должен как-то по-другому строить, опять-таки, с нашей скромнейшей точки зрения, по-простому, да? Если он пришел к еврейскому народу, должен как-то по-другому строить свои взаимоотношения, ну, начать как-то с чего-то позитивного. Мы сказали, да, что он начал с позитивного. Там было две фразы в начале его речи, которые касались давнего прошлого еврейского народа, с одной стороны, с другой стороны, того, что, несмотря на то, что это прошлое давно в прошлом, несмотря на это, Творец продолжает любить еврейский народ, никогда от него не откажется, все хорошо. Но вот это-то что тогда значит? Я покажу вам очень важное место в Талмуде на эту тему. Вот здесь, в трактате «Евомыз» на 105-м листе есть очень-очень важный отрывок именно на эту тему, когда, ну, тут говорится про Бейт Эли, вы видите, да, Мешпаха, Мешпаха от Эли, да, семья первосвященника Эли, на которую, как вы прекрасно помните, вот в книге пророка Шмуйля, был наложен на проклятие, и тут идет разговор о том, как потомки этой семьи могут спастись от того, чтобы, как здесь написано ему Танашин, да, чтобы не умирать в возрасте 18 лет, как продлить вообще свою жизнь, значит, Алхойску бы Тора вахаю, надо идти заниматься Торой, выжить, это такая отдельная тема, вдруг после этого, просто стык в стык, неожиданно. Амар Абшмульбар уния, Амар Абшмульбар уния, это имя Нерава, Минаин, откуда мы знаем, Ликзардин Шельцебур, значит, приговор суда для общины, Ше Эйнон Нехтам, обратите внимание, здесь написано более понятным языком, не Нехтам от слова пятно, не запятнанный еврейский народ, а здесь речь идет про приговор суда, который Эйнон Нехтам, он не подписывается. То есть, если речь идет про общину, хочет сказать, сначала, приговор суда, приговор, ну, наверное, речь идет про нехороший приговор, он вообще даже не подписывается, не запечатывается, не скрепляется печать, спрашивает Талмуд, минуточку, Эйнон Нехтам, вы знаете, когда в Талмуде сначала пишется одно выражение, потом оно уже повторяется, означает, что первое в утвердительном тоне, а второе в вопросительном. А откуда мы знаем, что Эйнон Нехтам? Это как это не скрепляется печать? В Активу ведь написано, любопытно, наш посуд. То есть, здесь так изящно Нехтам и Нехтам подменяют друг друга. По всей видимости, с идеей того, что, да, речь идет про пятно, которое вообще не отстирывается никак. Вот наш посуд, если ты будешь стирать себя этим шампунем замечательным, умножать себе процедуры очищения, все равно ты запятнан греком передо мной. Это про кого? Это, разумеется, про Цибу. Цибу – это обращение к еврейскому народу в женском роде, естественно, касается всех евреев вместе, и мы к этому обязательно еще сегодня вернемся, что это касается всем сразу. Так, значит, все, все равно. Есть такое, что, хотя речь идет про весь еврейский народ всем скопом, все равно приговор подписывается. Элла, по-другому надо сказать. И здесь немножечко позитива появляется. Минаин, откуда мы знаем, Шеофилу Нехтам, даже если этот приговор скреплен печатью Миткара, он разрывается. Не лишнее будет заметить, так сказать, для истории, для тех, кто нас смотрит сейчас в записи, что сейчас этот урок проводится прямо после выхода звезд в великий еврейский день, один из главных дней еврейского календаря Ошана Равы. И этот день – это как раз, когда подписан, скрепленный печатью, приговор в Йон Киппур должен передаваться, как написано в Зоборе, в Камале, судебным исполнителям, так сказать. Он должен не остаться, так сказать, лежать в столе этот приговор, он должен быть передан для практического исполнения. И поэтому люди Лейда Шанараба, Ночи Шанараба стараются побольше позаниматься святыми книгами, чтобы плохие приговоры, если они, не дай Бог, скреплены печатью, а здесь написано, как мы только что прочли, что даже если идет про всю общину, про всех евреев, вообще бывает такое, что приговор скрепляется печатью, и это очень плохой, может быть, просто катастрофический приговор, все равно есть шанс, что этот приговор не дойдет до судебных исполнителей сегодня ночью. речь идет именно про сегодня, и вот так вот видите, как всегда, ничего случайного не бывает, мы упираемся носом буквально в эту самую гемору, в то, что приговор-то кида, скреплен печатью, а он у нас сейчас скреплен печатью был, в Елки-Пур прошедший, он, миткара, может быть разорван. Шенеймар, как сказано в книге Дворима, это уже прям Тора сама, кто подобен нашему Богу, всегда, когда мы к нему вызываем. То есть, когда бы мы его не попросили порвать приговор, он обязательно это сделал, такой прям позитив. Минуточку, реактивно, ведь написано, как Ешая, там, пророк Ешая в 55 главе, ищите Бога, когда он находится, типа находится рядом, не всегда, когда ты его зовешь, а тогда, когда есть специальное время, так всегда или не всегда он отвечает. Локаши, не тяжело, говорит Талмуд, знаменитое классическое объяснение, Габе-Яхид, Габе-Цебур. Это про индивидуума, это про общину. То есть, общине Бог отвечает всегда. Исключений нет. А вот индивидууму, Яхид, Эйман, спрашивает Талмуд, индивидуум, когда, равнахмонамарабарабуга, равнахмонтамирабарабуга, говорит, эла сараимин, швен Рашшина, Микепур. Да, классика. Это 10 дней между Рашшна и Микепуром. В эти 10 дней даже индивидууму обязательно ответят. Значит, в принципе, некий позитив проклевывается здесь. То есть, надо как читать этот пасук, оказывается. Не то, что там, ой, все пропало, как бы ты ни отмывалась, ты все равно для меня запятнана, загрязнена во веки вечности. Нет, нет, нет. Надо читать так, что ты запятнана грехом передо мной, но вот это вот выражение запятнанности грехом, это как бы теория. Как там в Талмуде? Нехтам, да, приговор подписывается, но он же может не быть переданным судебным исполнителем, по дороге его могут потерять, по дороге его могут разорвать, в конце концов его вообще могут оставить в столе, да, то есть, есть всякие варианты, некий как бы позитив здесь присутствует. Дальше начинаются чудеса святого языка. здесь, конечно, взбредает тут же голову любого человека, который внимательно читает Танах, аналогия с текстами пророка, которого мы закончили изучать недавно, пророка Ишиягу, потому что такое бывает, да, что у пророка Ишиягу время от времени способ высказывания становится очень сложным. вообще говоря, как мы с вами изначально говорили в начале изучения этой книги, не сравнить уровень сложности высказывания пророка Ишиягу с пророком Ирмиягу, потому что Ишиягу высказывается в разы сложнее всегда, и бывают случаи, когда просто вообще непонятно, что он говорит. то есть комментаторы Раша имеют по четыре варианта, очень тяжело. Пророк Ирмиягу в несколько раз проще, но, ну, в смысле, способа донесения своих мыслей, но иногда, и в особенности, видите, здесь, когда не ждешь этого, потому что это первое обращение к еврейскому народу, казалось бы, надо же донести до сердец, до умов, надо, чтобы люди поняли, что ты говоришь. Эйх, томри, как ты скажешь, ло нитмейти, не загрязнилась я. Как ты сможешь сказать, что ты не загрязнилась? Продолжает обвинять свою жену, муж. Ахареа беалимну алахти, за ваалами, за идолами, не ходила я. Во-первых, мы, конечно, должны с вами задать вопрос, а кто вообще сказал, что еврейский народ собирается вот так вот оправдываться? Еврейский народ очень по-разному, как мы знаем из Танаха, пытался оправдать свое поведение, очень по-разному. И лейтмотивной идеей было совсем не то, что а я не виноват. Ну, какое а я не виноват? Когда он совершенно очевидно, что евреи действительно отклонялись от божественного пути, поклонялись идолам, и что только не творили. И это очень трудно опровергнуть, и поэтому как ты будешь говорить, что я не загрязнилась и не ходила за валами? А кто-то собирается такое говорить, обычно говорят по-другому. Типа ты нас бросил, у нас такие неприятности, денег не хватает, слева погром, справа интервенция. Вот что в Танахе обычно написано, что ты типа сам виноват, ты сам недостаточно о нас заботиться, и вот мы, значит, вынуждены были от тебя тоже отвернуться, то есть ты типа первый отвернулся, а Бог говорит, нет, это вы первый отвернулись, и начинается этот разговор мужа с женой обычный, ты виноват, нет, ты виновата, это же обычный у нас с вами текст, мы много раз это уже видели в разных местах, а это что такое, а я ничего, а я не виноват, как не виноват это? Оказывается, да, и такой аргумент тоже имеет место быть, и базируется он как, не странно, на очень простой логике из Талмуд. Что у нас с вами написано в Талмуде на эту тему, неоднократно уже нами процитированное место, что ло овду исройля войду зора, что евреи никогда бы не служили идолам, не служили идолам, а только для чего это делалось, эла, только для того, чтобы ля тирам а райот бе парыз. Чтобы им разрешили разврат публично. То есть идолы, они были нужны евреям только для того, чтобы то, что Господь запрещает в смысле сексуальных отношений, в смысле оргий, в смысле инцестов, вот это вот все, чтобы этот запрет, эти запреты обойти. то есть типа я просто вот уже не представитель этой еврейской религии, и поэтому мне это все не запрещено, мне это можно, потому что я теперь представитель другой религии, которая это разрешает. это совершенно отдельный разговор, зачем это нужно, почему нельзя сказать, что я просто вот не хочу соблюдать запрет, который в том. Вот я не могу и не хочу и не буду его соблюдать и пошел на оргию стройными рядами. Нет, это неправильно, я так не хочу. Я хочу получить партбилет другой партии сначала, понимаете, и только после того, как мне вручили партбилет, и в этом партбилете записано и в правилах юного строителя этого изма, который сейчас является моей новой верой, там записано, что мне можно идти на оргию, и я пошел прямо с партбилетом обязательно туда ходить. Понимаете? То есть, чтобы не чувствовать себя нарушителем, а чувствовать себя просто представителем, это другая культура. Конечно, это все известные вещи, и оказывается, что отсюда, ну, с первого взгляда немножко парадоксально, на самом деле, очень просто, и прямо, следует то, что здесь написано. Как ты будешь говорить, я не загрязнилась, я не ходила завалами, а так и буду говорить. Потому что, если бы ты мне не запрещал вот это, вот это, еще вот это, если ты немножечко свои вот эти вот рамки, которые ты меня заткнул, если бы ты их расширил, я бы никогда, никуда бы, я бы с тобой все, все, то есть, как бы открытый брак, если бы у нас был такой, да, то есть, если бы я могла не только, а еще и туда, и сюда, а что ты сделал? Туда не ходи, сюда не ходи, это нельзя, вот, и это, это не называется, что я загрязнилась, говорит еврейский народ, Бог, это не называется, что я пошла за Ваалом, я не за Ваалом пошла, а, так сказать, за любовью, за новыми ощущениями, это все только средства, это не цель вообще, нет, говорит пророк Ельмия, так сказать не удастся, здесь очень будет интересный мальбин на эту тему, сейчас увидим, ри, смотри, даркех багай, дорога твоя в овраге, в каком овраге, ну не все, конечно, слово бихра, слово бхор, то есть это как бы первенец женского рода, первенка, такого слова по-русски нет, так, кала, она вроде как легкая, первенка легкая, чу, месареке драке, что она делает со своими дорогами, ну слово драке, дорога, ее это понятно, месареке, есть такое слово, нет, такого слова нет, ну вот это уже очень как, вот похоже на пророка Ешея, такая фраза, нечто, что вот именно так, исключительно, по-особенному, специфически выразил пророк Ермияву и заставляет нас понять, о чем он говорит, ну давайте разбираться, если мы посмотрим в классика, раньше нам скажут следующие вещи, во-первых, посмотри на свою дорогу в овраге, это, видите ли, специфический овраг, что ты сделала напротив дома пиора, почему это называется оврагом, очень хороший вопрос, так написано в Торе, это прямой текст Торе, я сейчас процедую, сидели мы в овраге напротив дома пиора, и поэтому, раньше возвращаясь к этому пасуку, вспоминает, что было сделано в этом бейт-пиоре, в доме пиора, что вы помните про разврат с мавитянками, ну и идолы, которые там были, глупоклонцы, написано прямым текстом там, в конце главы балах, что еврейский народ прилепился, прикрепился к этому валу, вот, и еще, а та теперь, а ты до сих пор держишься за ту дорогу, как первенка легкая, которая что-то делает со своими дорогами, как кто я держу за свою старую дорогу, ну вот, пожалуйста, бихра это, оказывается, верблюдица, верблюдь женщина, молодая, она любит двигаться, кала легкая, в смысле легкая на подъем, молодая, легкая на подъем, верблюдица, какое отношение, как раз оказывается, бихра и медьян, вот эти вот первенцы медьяна, в 60 главе пророка Ишаякова, метурга, переводит Йонатан, бенузельно-арамейский язык, гогней медьян, вот эти вот первенцы медьяна, это гогней медьян, и что это, оказывается, я вам говорю, из другого места, я специально обращаю ваше внимание, как иногда приходится тяжко работать нашему величайшему коменданту, вот откуда Раша знает, что бихра это молодая верблюдица, а почему это не молодая овца или коза, что, ну, бихра, а сон-хо, да, как бы, первенка, чья-то, но чья, смотрите, значит, пророке Ишаякову в 60 главе есть фраза, бихрей медьян, вот эти вот первенцы медьяна, и переводится она там, пророке Ишаяков, геонтам бенузелям, вот такой фразой, гогней медьян, вот такая гогней, теперь мы не знаем, кто такие гогней, мы ищем, кто такие гогней, и посмотрите, как хорошо работает, какой труд, потрясающая вещь, оказывается, что эти гогны, это обязательно молодые верблюды, где, откуда мы это знаем, оказывается, это написано в геморе, в трактате Сан-Ядрин, есть там такое выражение, многочисленные верблюды, старые, по-арамейски, де те ини машхи де угни, которые несут на себе кожу гогни молодых. Выражение это страшное, которое значит, что совсем не правилом является смерть старых, за которые после этого, через какое-то время, следует смерть молодых, успевающих к моменту своей смерти, тоже постареть. Дор-Валэ, Вадор-Ба, конечно, царь Швамо сказал, поколение приходит, а поколение уходит, но это вовсе не правило. Говорит Талмуд, много есть старых верблюдов, которые еще ходят с караванами, а попоны у них сделаны, там какие-то седла на них сделаны, сделаны из кожи верблюдов гораздо более молодых. Бывает, что верблюды, и не только верблюды, умирают молодыми, а те, которые в этот момент старые, переживают их надолго. Короче говоря, из этой фразы, из Талмуда, вот отсюда, посмотрите, какая лодка. Раши обнаруживает, что слово «гогни» означает там, в Талмуде, молодые верблюды. Возвращается оттуда в перевод, да, в слова Йонатана Мюзеля, арамейский перевод 60-й главы пророка Ишаяу, где написано «гогни Мидьяна», и это верблюды Мидьяна. И это слово «бихрей Мидьян», пророк Ишаяу, вот эти первенцы Мидьяна, это означает имени верблюды, и отсюда мы обнаруживаем, что бихра в женском роде – это молодая верблюдца. Вот только вот. Вот такое. И это, как говорится, довольно-таки нормальный, обычный рядовой способ толкования танах. Вот кто, скажите мне, пожалуйста, скорее, кроме Раши, мог вот это вот все распутать? Благодаря ему все остальные комментаторы знают, что это бихра, это токеда, верблюдица, а не коза, и не слоника, и все, что угодно. То есть, вот отсюда. Теперь вот это вот загадочное слово. Так эта верблюдица, она, видите ли, «месарекет драхеет». Что же она делает со своими дорогами? Это легкая, на подъем верблюдица. «Мехазекет бедархейнауре». Она держится за дороги своей юности. Эта молодая верблюдица, в общем, она чудит, ну, как свойственно молодости. И это «лашон мисрахсаре». В принципе, это очень нехорошее словцо, оно в Талмуде пишется, как вы понимаете, не с буквой «си», а с буквой «сами». Означает, например, что не хочется приводить мне это место, но в принципе это именно оттуда, из трактата «Ктубот», что в некоторых случаях собаки, они увязываются, псы мужчины мужского рода, увязываются за женщину. И это очень нехорошая связь, которая, так сказать, может трактоваться, как зоофилия, в Талмуде говорится. Так вот, это называется «мисрахсарик», что он за ней тащится. То есть буквально вот это «мисрахсарик» означает вот когда что-то прям по улице тащим. Вот такое это выражение на арамейском языке. Так вот, она вот таким вот образом, эта верблюдица молодая, она тащится буквально, вот как по земле тащит что-то вот за этими своими дорогами юности. Это очень сильная фраза. И, наверное, жестче сформулировать невозможно. Она же легка на подъем, она так чудесно сама бегает. Зачем ее куда-то тащить? А вот зачем. Даже если бы она захотела отказаться от своей глупости, от своих этих выходок юных, она бы не смогла, потому что ее все равно, как на аркане, в эту грязь тянет. Это ты. Ты, говорит муж, жене, бог еврейского народа, ты такая верблюдица, который прям как на аркане тащит во всякие гадости, во всякие измы, во всякие идолопоклонства, всегда находит в себе грязь. Я прошу прощения. Это именно то, что здесь написано. Иначе бы это не читали вы в эпицентре трех недель. Между 17-м, Томузой и 9-го. А вот это самый жесткий текст. Вы ешь ли хавро им сарох на аль? А, говорит, это можно соединить выражение со шнурком ботинка, Раши говорит. Видите? Какое-нибудь чутье, чувство языка, да? Месарехе, ну, действительно, корень-то тот же. Что есть шнурок ботинка, да? А шнурок – это то, что еще и... Оно не то, что... Не только тащится по земле, как эти шнурки, да, когда они развязаны. У всех нормальных людей. А даже у вот этих вот педантов, которые завязывают шнурки, хорошо, они у них не тащатся по асфальту. Она привязывает пути своей юности у себя в сердце. То есть прямо как бы сердце, оно прям завязано, запутано, как в клетке оно. Ее сердце у этой верблюдицы в плену этих дорог ее юности. О, какая метафора. Еще раз уверен, что люди, которые проходили со мной вместе пророка Ишиягу, сразу вспомнили о том, как мы его расшифровывали. Это вот типичный случай из пророка Ишиягу, когда прям с первого взгляда вообще непонятно, что написано. Ну, тут еще есть Мальбер, который вам обещал. Тут, к сожалению, очень быстро не пойдешь, не будешь двигаться. Значит, как ты будешь говорить? Это он, Мальбер, от Маккеш. Мальбер говорит. Ты отрицаешь. Обратите внимание, что Мальбер говорит. То есть, речь не идет о том, что, может быть, когда-нибудь еврейский народ вдруг скажет, а я и ни в чем не виноват. Хм, не. Он уже говорит. Он уже отрицает. Говорит Мальбер. Как саму нечистоту. Говорит, я ничего не делал. Я не загрязнялась. Но даже дорогу, по которой она пошла загрязняться, тоже отрицает. Я туда даже не ходила. Не то, что я не загрязнялась. Я даже там не была. Что ты скажешь? Шело левать, шело нет. Мей тебя, вода, зрак. Не только я не загрязнялся, был поклонств. А Махарея Баалиму Аллах. Я вообще не ходила за этими валами. Еще раз, возвращаясь на пару шагов назад, вспоминаем, как мы это объясняем вообще. Что речь идет о том, что еврейский народ не считает это настоящим годом поклонств. Что типа это просто средство для того, чтобы плеотирам о районной пары. Разрешите им разврат. И поэтому это не настоящее поклонение. Это просто я взял вот, так сказать, партбилет другой организации. Чтобы меня пустили на Орбик. И все. А сам партбилет для меня ничего не значит. Я не верю в это вас. В этих вагов. Поэтому какой это был поклонств? Такой вроде бы как бы довольно сильный аргумент. То есть ты меня, хорошо, обвиняй меня в Оргии. Что я там невоздержанный, что я такой-сякой. Хорошо, я согласен. Да, но в этом, что это просто типа средство для того, чтобы туда, на эту Оргию попасть, в этом ты меня не обвиняй. В Алейх там река, как ты можешь такое говорить? Алло, неге чадо, мэра тахаре, аба алим лаала. Значит. Напротив того, что ты говоришь. Что ты никуда не ходила, рыдар, как бога, и посмотри свою дорогу в этом Овраге. Я видел, что туда ходила. Минуточку. Но очевидность ты вроде как не отрицал еврейский народ. Есть какое-то объяснение там. Сейчас, сейчас, сейчас. От немца рошем шерпси отрагвай. Еще нашелся след шагов твоих ножек в Эквотеке, твое пятое. На душам известен там. То есть следы остались твои. Наследила ты на путях, которыми ты шла к Ваалу. Что это значит? Что мы сейчас разберемся. Неге чадо мэра тлодит мэти, после того, что ты говоришь, не загрязнялась. Да и мать, ты должна знать, что ты сама сделал. Не думай, что это все ерунда, что для тебя еще этот билет организации, так сказать, членство в церкви Ваала для тебя ничего не значит. Значит, ты должна понять, что ты сделал. Ты сама должна знать, что ты там-то кида загрязненность. Как ты можешь это отрицать? Ты кто? Молодая верблюдец, легкая на подъем, который продолжает тащиться по своим дорогам, что ты как бы прилипляешь вот эту вот способность тащиться, затасканность эту твою, своих шагов, своих ступней по этим путям. То есть ты буквально своими ступнями не можешь отлипнуть от этих путей. Все шаги твои, которые ты там взял, все заметны. О, какие следы там! И тут Мальдум объясняет, что он имеет в виду в следующем посуде. Давайте быстро посмотрим. Пере не берущееся слово. Если бы не о голосовке, ну, понимаете, да, вот, оно же без огласовок. Написано слово корова. Ну, посмотрите, это пора. Нет. Это какое-то пере. Что за пере? От какого слова? Может, от слова при? От слова прурву, плодиться? Нет. Что это такое за пере? Опять. Без комментария, ноль. Ничего. Полная темнота. Так он ли, вот этот пере, он лимуд-мидбах, он приучен к пустыне. Беаватнавша, с желанием души своей, этот пере, загадочный, шаафаруах, впитывает ветер. Ну, загадочное же существо, да? Неизвестно кто, который, во-первых, приучен к пустыне, а с другой стороны, со своим душевнейшим желанием глотает ветер. таана-та, таана-та, еще одно, потрясающее, непонятное слово. Это что такое? Это от какого слова вообще? Тейна, инжир, что это такое? От какого? Вообще непонятно, да? Так ее таана, у этой загадочной перы есть какая-то таана, ми ешевена, кто ее вернет? Она всерьез спрашивает, это перы. Коль ми вакшелу яфу, беходша, инцая. Все, кто ее ищут, не устанут. Беходша, им цауна. В ее месяц найдут ее. Шифр. Ну, давайте. То есть, человек, который читает этот текст пророка Иермиягу, на сегодняшний, я утверждаю это, абсолютно ответственный. Вот этот посуд пророка Иермиягу, человек, который не читал до этого комментарии Раша, Байбева, Равина Альшулера, я бы еще очень порекомендовал Мацеду почитать здесь. Сегодня никто не в состоянии понять, что здесь написано. Ни один человек. Это, между прочим, серьезно. То, что я сейчас сказал, понимаете, это текст Анаха. То есть, есть такие места, которые вообще без наших великих комментаторов не берутся. Никто не может понять, что здесь сказано. Но, слава Богу, не страшно. Значит, первое переводы на это самое про старый французский язык, это дикий осел, дорогие друзья. Какой дикий осел? А что ему идет это? Сейчас, сейчас. Давайте на секундочку вернемся. Откуда этот осел берется? Значит, вы знаете, что в принципе Равина Альшулер, Мацуда, Мацуда Давид, Мацуда Ацион, это был величайший специалист по простому пониманию текст Атона. Конечно, он бы тоже не справился без Рави. Скорее всего. Ну, я не знаю, может, я на него напрасно возвожу. Но, мне-то кажется, это вот сказать, что перы, это вот как, вот это, это, вот это, да, что это, это корова. Здесь написано слово корова с геем. Это на самом деле вот это слово с алифом, оно означает дикий. И это хамор-абар, осел дикий, я извини. То есть, догадаться до этого просто, а почему он за еем? Почему он, у нас есть слово перы с алифом, и в хумаше оно, и в торе оно есть, да, ой е перы-адам. Он будет дикий человек, про Ишмей рассказ. Какой гей? Почему? Возвращаемся к Рашу. Так? Так он лимуд медбар, он приучен к пустыне. Аламут, йод бы медбар, кенуэ ведлену. Он приучен быть в пустынях, он любит двигаться, видите, тоже. Еще одна легкая на подъем ослица. Теперь речь идет про дикого осла. Верблюдица, да, сейчас был верблюдиц, сейчас осел. С этими метафорами надо разобраться. Очень хитро сформулировано, но все равно же речь идет про дремуд, тмьуд, про некошерных скотов, да, про верблюдицу и про осла. И этот самый осел, он впитывает ветер. Загадка такая. Таха, тетпи, она, это тоже ослица, видите, ну, поскольку речь идет про еврейский народ в женском роде, тут все время все в женском роде, то верблюдица, то ослица открывает рот и впитывает, видите. Картинка такая. Ослица, которая живет в пустыне, приучена к пустыне, не зная другого. И она там прям как рыба в воде, это ослица в этой пустыне. Эти ослы всегда возвращаются на свое место. Куда бы ты его не увел из этой пустыни, жрать-то мне, пить-то мне, как там жить-то? Приучи. Как хорошо я объясняю слово та-на-та, это я, я извиняюсь, то есть, это какой-то медат-тани-ни, это как чудовище, чуть ли не крокодилы какие-то, которые тоже открывают рот в 14 главе пророка Иеремияу. И они тоже, тоже впитывают ветер. Очень хитро. Потом Раша как-то еще по-другому говорит, что это лошон елала. И вот это вот, да-та-на-та от слова елала, то есть, оплакивание, та-не-ва-не, это хотя бы то, что в обычную голову может прийти. Это вам не пора, которая оказывается диким ослом, вместо того, чтобы быть коровой. Тут хоть как-то можно догадаться, потому что вот этот корень, алиф и нуль, это известный корень, та-не-ва-не, это известные слова из эйхи, означающие оплакивание. Что же это все значит? Давайте вот этот важнейший комментарий Мальбин на этот посуд. Ну, что такое, она застревает, с вами не работает. Важнейший Мальбин Он говорит такой А вот это вот Генулин. Человек, который служит этому бабуру, то или то она, ради пользы или удовольствия, бекань, с легкостью, но каляши омидарко, мы можем его отвернуть от его пути. То есть, если человек гадит по каким-то просто причинам, ради того, как мы сейчас только что говорили, ради удовольствия, чтобы достать официальное приглашение на Оргию, да, и Мальбин, если ему покажут, что Луим сабвуадататой, что не будет никакой пользы фарам, ничего будет хорошего, что он ищет, да, ничем этим хорошим не закончится. Например, если ему показать, что после этой Оргии он сильно заболеет, а это вообще очень часто бывает, когда люди не воздержаны в этом отношении, они, во-первых, очень быстро изнашивают свой организм, а во-вторых, заражаются всякими очень хорошими вещами. А ва-ля-хо-те-ми-цата-ава-та-хе-та-цмон, но когда человек грешит, потому что он любит сам грех, когда для него это приглашение, этот билет в церковь, это не просто средство, когда ему церковь сама нужна. шэл-о-ми-ти-ква-т-ава-ра-хэр, и для того, чтобы он надеется на что-то другое, б-о-фэ-д-шей-на-хэ-т-ми-кри-ло, тогда получается, что хэр, грех, для него не случайный, просто средство. Называется ацми, сущностный, то есть не средство, а цель. Тогда, конечно, и в шэл-э-шэл-ми-даху-ква-т-ава-ра-хэр. Его невозможно отвернуть от этого пути. И вот об этом разговор. Шэ-а-нуэ-в-ми-п-не-мамо-м, дальше, дальше. Человек, который блудит из-за денег, никарэ-на-валь-бэ-эц, он, конечно, будет называться подлецом в сущности. Вен-э-в-э-мэ-кре. Так. И, но он блудит-то по случайности. И что? Им-ке-на-зу-на. Вот это блудница, о которой сейчас идет разговор. Еврейский народ. А нэ-э-в-э-т-бэ-шв-э-э-т-намо-м, блудит, чтобы получить деньги. Бэк-а-ля-живо. Ее можно прекрасно от этого дела отучить. Им-на-т-ни-мна-ц-рахэ-вэ-бэ-ть-ба-ла-ли-си-дадут ей. все, что ей нужно в доме у ее мужа. Она не будет зарабатывать с собой. Или еще она увидит, что она ничего не получит, что никто ничего не заплатит. Все. Не так происходит с блудницей, которая ничего не берет за свои услуги. Она делает это из любви к любви. Насущностная. Блудница. Альпизе. Здесь вот эта метафора означает. Что вот этот ветер, как манер, действует. Чтобы немножко облегчить. Значит, берет это, выкидывает. И ставит на его место Али. Вопрос, между прочим, на миллион шекелей. Почему пророк Емьям? Жалко было написать слово «дикий осел», как оно пишется. Он же специально запутывал читателей, чтобы было пару мест в книге пророка Ермияна, которые без комментариев Раша вообще невозможно понять. Это что такое, так сказать, лоббировал Раши, который появится на свет больше, чем через тысячу лет после пророка Ермияна. Понимаете? Полторы тысячи. Ну, не написала Наталья, так мальбим его сюда поставили. Дикий осел. Он приучен к пустыне. Что все обычные животные, они двигаются куда-то. Только для того, чтобы приблизиться к тому, что является для них полезным. Или убежать от того, что является для них вредным. Они же чуют, куда они идут и зачем. И этот осел, который приучен к пустыне, он совершенно другой. Амидбар, шамбуттева азот, для него это место природы его. Его натуральная тяга там. Там он открывает рот и этот воздух впитывает. Это зачем написано про впитывание воздуха? Зачем написано, что он открывает осел, открывает пасть и глотает ветер? Потому что это абсолютно бесполезное занятие. Ну, совсем. Что может быть бесполезнее, чем просто открывать рот и глотать воздух? Во-первых, чтобы глотать воздух, не обязательно открывать рот, как мы с вами знаем. Даже у осла есть ноздри. Дышать можно и с закрытым ртом. Ну, уж точно, специально разявывать пасть, чтобы глотать ветер. Но это абсолютно идиотство. Что это такое? Это означает, что он в этом месте просто находится. И он находится не для чего-то. Никакой цели ему находиться в этом месте нет. Так же и ты, как Мальдем объясняет вот это та-на-та, слово плакать, да? Что, как бы, ты постоянно плачешь, переживаешь, кто бы тебя, понимаешь, вернул на твое место. Так он пишет, да, здесь. То есть ты переживаешь, если тебя от этой пустыни куда-то оттаскивают, ты прям как та верблюдница, прям как на Аркане тебя туда-обратно тянет. Ну, и пророки говорят, удержи ноги свои от того, чтобы быть босыми, имеется в виду, там, Раша здесь объясняет, да? Ты пойдешь в изгнание. Тебя просто продадут в рабство, и ты будешь босиком идти по этапу, так сказать. Вот что будет, да? Угронек мецима. Удержи свое горло от жажды. Тебе будет нечего пить. Батамрино ашло. А ты говоришь, это все бесполезно. В следующий раз уже чуть поподробнее разберем это хитрое выражение. Отчаянно бесполезно. Я люблю этих чужаков. И за ними я буду идти. То есть, это какая-то, с одной стороны, чудовищная глупость. Абсурд настоящий. Когда человека предупреждают об ужасных последствиях его поведения. И, по всей видимости, он, этот человек, не протестует. Он не говорит, нет, все будет прекрасно. У меня будут ботинки. У меня будет вдоволь воды. Нет тут такого. Здесь написано вот это слово «нуаж». Вот это замечательно. Это слово «юж». Да ладно! Отчаяться надо от этого. Какие ботинки? Не нужны мне никакие ботинки. Не нужна мне никакая вода. Подыхать так с музыкой. А так в чем? Зачем тогда? Я их люблю. Вот этих чужаков. И я буду идти за ними. То есть, что хочет сказать пророк Ермияу? Все это вранье. Вот твой, вот сейчас, твой аргумент. Против, что ты вот только для того, чтобы пропуск на оргию, получить все вранье. Как вранье? В Талмуде написано. Да. Сначала. Сначала, когда еврей первый раз собирается с пропуском в эту Идолопоклонскую свою церковь, он делает это только, чтобы леотирает Бетапаргесе, чтобы попасть на орги. Первый раз. Ну, хорошо, во второй. Дальше, как в Торе написано. Девушки, мам, и тянки только сначала увлекали евреев. Потом еврейский народ втягивается в само Идолопоклонство, в само отрицание Бога и в службу идолам. Боица Медесриэля Бальпиор прилепился еврей к этому Бальпиору, да? Прямой текст Торы. И это то, что здесь происходит. Это любовь, разрушительная любовь к чуждым культурам, к чуждым идеологиям, которые приводила неоднократно. Он приводит, и не дай Бог, не дай Бог, ни про кого-нибудь сказано, будет приводить к тому, что босой, умирающий от жажды человек, будет идти мучительной дорогой изгнания и скорой смерти. И он будет понимать, что он втойдет. И тем не менее будет продолжать свой путь. Это жуткий текст. Еще и еще раз я вынужден возвращаться к этой трактовке, и мы пытаемся понять эту психологию, эту безумную с первого взгляда абсолютно еврейскую психологию, людей, которые понимают, что они саморазрушаются, и тем не менее продолжают это делать. Что является основным в этом? Что является ключевым, корневым моментом в этом? Давайте я пару слов скажу вам по поводу, все-таки сегодня Лейла Шанараба, по поводу Хумаша. Мы с вами продолжаем медленно учить Хумаш. Я вспомню, что мы уже с вами прошли вперед после истории с Лотом и его дочерьми, и мы остановились на парадоксальном опросе, на который ответа нет. А есть вопросы просто в тексте Хумаш, на которые нет ответа? Будьте любезны. Значит, Авимелев, царь Ферестемлян, который забирал сначала Сару, потом Ривку себе, и которому, как вот мы учили в эти предыдущие разы, давно, когда мы занимались этим местом в Хумаше, приходил Бог, и разговаривал с ним, и удерживал его от греха. Я не дал тебе прикоснуться к ней, Бог говорит. И мы задали простой вопрос, на который очень трудно найти от меня. А кто, извините, такой? Это Авимелев, для того, чтобы к нему приходил Бог, и долгие разговоры с ним разговаривал. Ну хорошо, с Беламом Бог разговаривал, потому что уважаемым представителям других народов нужен был какой-то пророк, нужен был какой-то опыт пророчества. И там и Талмуд, и Раши в Хумаше долго распространяются на эту тему, потому что это не просто так, что злодею или поклоннику открылся Бог. Хорошо, Бог разговаривал с Лаваном. В конце концов, мы знаем с вами, что Лаван и Белам это практически одно и то же лицо. Написано в комбаристических книгах Сафират Гуглим, что это одна и та же душа. Душа Лавана пошла в Белам. Ну и как бы все. Больше никаким и белопоклонникам вроде бы Бог не обращался. И вот, пожалуй, в Тавиме с которым идут длительные переговоры. Кто он такой? Кто он такой, чтобы Господь с ним вел длительные переговоры? Он пророк? Нет. Почему? Чем он заслужил? Более того, мы с вами читаем в Медраше, и Раша это приводит, просто Раша. В Пасухе, где написано, что что Авраам сделал большую трапезу в день, когда повзрослел Ицхак, когда Ицхак уступнул два года, Авраам устроил пир. И что говорит Раша там? Что на этот пир пришли великие люди? Шем, Эвер, главы тогда существовавших Талмудичных, Талмудин, школ изучения божественной мудрости было две Ишивы, Шем Эвер и Авемелех. Здрасте. И мы снова спрашиваем, а кто он такой? Почему он оказывается в компании праведников, людей, которые сам, где-то написано, что он верит в единого Бога, что он соблюдает семь заповедей, да не в жизнь. Идолы поклонны. И с этим человеком Бог разговаривает, Авраам Авина его тянет к себе на трапезу, сидеть с ним вместе отца, выпивать, закусывать на дне рождения своего сына. Что это такое вообще? Это очень нестандартный, очень странный момент вообще в Танасе. И то, что мы привыкли к этому и сто раз это читали, совершенно не означает, что здесь нет никакой проблемы. Она здесь, конечно, есть. И тут нужно копать и серьезно, серьезно искать ответ. Я дам мегалах как бы путь в какую сторону меня когда-то, когда я задал вопрос, отправил. А вот сказали мне, ты помнишь, что даже сам братец Ицхак однажды засомневался, а тем более все окружающие говорили, что Ицхак это сын Абимелеха, а не сын Авраа. То, что лица Неодор, насмешники поколений говорили этой гадости, известный факт, то написано в Раше просто, да, что Сара была в плену Абимелеха, после этого практически сразу оказалась беременной. Ну и да, написано в книгах, в комментариях, в том числе наших великих сепарских фабалистов, что вот эта вот беседа между Авраамом и Ицхаком перед живоприношением, когда Ицхак говорит, Вайомер Ави, и сказал отец ему. Это не просто обращение Папа Ку-Ку, потому что для Ку-Ку в Торе места нет. Зачем написано Вайомер Ави, и сказал Ицхак Папа. Не просто для того, чтобы Ицхак обратился к Аврааму, а это, говорят наши комментаторы, вы просите не знать, Вайомер, Ави, ты вообще мой отец? Ты мой папа? Вот ты сейчас идешь меня прирезать. Может, действительно люди, правда, типа нет дыма без огня, и ты не мой папа, а мой папа Ави Мелех? На секундочку намеком про отец Ицхак засомнился. Ну, Авраам отвечает, вот я сын мой, что означает, вот я сын мой, что если бы ты не был моим сыном, я бы вот этого всего, что я сейчас делаю, никогда бы не делал. Потому что если бы ты не был моим сыном, то ты был бы как мамзин. А если ты как мамзин, то я бы мог тебя принести в жертву, можно принести такую не кошерную, негодную жертву, поэтому ты да, мой сын, ты да, высоко кошерный, и поэтому я тебя сейчас зарежу. Чудесно. Замечательная трактовка прямого текста Тора, просто прелесть. Это отдельный разговор, это все, Хида там приводит, из других великих сепарских комментаторов, приводит вот эту потрясающую трактовку диалога Авраама и Ицхака. Но из этого мы видим, что не только какие-то там уроды говорили, что Вимеллах предполагаемый отец Ицхака, но даже у Ицхака была такая мысль. Это что? То есть из этого места видно, что это был какой-то совершенно потрясающий незаурядный человек, у которого были и способности, и возможности, и потрясающий интеллект. И этот человек, как вы понимаете, житель Святой Земли, потому что это Газа, это наше любимое место, там, где жил Авемела в городе Грари, так этот человек, он играл какую-то совершенно особенную роль вообще в еврейской истории, потому что, как вы знаете, с ним был заключен союз, Авраам и Ицхак заключили союз с Вимеллахом. Есть очень долгое и очень подробное объяснение, зачем и тому, и другому нужно было заключать союз, смотрите комментарии Аурахаима Кадош, Абихаим Бенатар, как раз во втором томе перевода, который я недавно распространил, есть подробнейшее там, понятно, описание этого всего, и разъяснение Аурахаима на эту тему, это просто там километры текста, зачем нужно было повторять этот союз, когда его заключал Ицхак, после того, как этот же союз был заключен Авраамом, то есть оба праотца заключали союз с Вимеллом, и пока были живы внуки Абимеллах, как вы помните, еврейский народ не мог захватить полностью храмовую гору, потому что внуки Абимеллаха поселились на храмовой горе, и этот союз с Абимеллахом не давал возможности туда проникнуть, и только тогда, когда умерли внуки Абимеллаха, упомянутые в договоре, после этого царь Давид, таки да, взял Мецуду, взял крепость, и смог захватить основную часть Иерушалами. Это все показывает, что этот человек имел какую-то совершенно особую силу и связь вообще со всей еврейской историей, и нам только бы поподробнее понять, какую. Оставайтесь с нами, с Божьей помощью, мы в этом чуть поглубже в следующий раз разберемся, как в таких случаях говорят Питка Тава, прекрасные вам записи, чтобы все хорошие приговоры были переданы судебным исполнителям, а все плохие сгинули, попали в небытие. Всего самого наилучшего и с прошедшими наступающими вас.